Дмитрий Бакиров, я адрес сценариев фильма «Белый ягерь», который сейчас я вам сюда в очередь покажу. Извините, что так долго ехали. Первый раз. В прошлом году еще здесь все было нормально и спокойно. Теперь все по-другому. Фильм «Белый ягерь». Такие фильмы давно не сделали. Снят он полностью в тундре зимой, в 40-градусные морозы. Снят на ненецком языке, чего вообще никогда не было. В августе месяце этого года я неделю ездил по тундре. Меня на металлете возили по тундре на берегу Баренцевого моря. Я в чумах показывал немцам этот фильм. Меня смотрели как на небожителю, третьего волшебника, но он металлете показал кино на ненецком языке. Удивительная история была с фильмом. То есть три года назад я нашел могилу деда, убитого под Мурманском, в 42-м году. Убитого в 42-м году под Мурманском. Я долго искал, эту могилу он нашел. Мы с братом поехали, прошли 40 километров по тундре пешком, побывали на могиле, выпили там бутылку водки. И я оттуда привез землю, привез белые яги, которые едят олени. Я никогда не видел его, привез у меня дома в шкафу он стоит, лежит засохший в шкафе. Представляете, прошло полгода, и мне говорят, ты не хочешь написать сценарий Белый Даль? То есть это такая какая-то божественная история, то есть как у Высоцкого наши мертвые нас не оставят в виде, наши правшие подчасовые. То есть дедушка увидел меня с неба, поблагодарил меня за то, что я нашел его могилу, и предложил мне хорошую работу. А теперь посмотрите фильм, а потом, если у вас будут вопросы, я на них отвечу. Ну вот, и хочу представить вам еще Валерия Гришко. Это человек, который сыграл роль маршала Жукова в фильме «Белый тигр». Этот фильм мы будем показывать завтра. Еще с нами приехал батюшка, с которым мы привезли гуманитарную груз сюда, и еще приехал документалист Александр Куплин, фильм, который завтра тоже будет показывать. «Простанцы правительства». Они просто сейчас в дороге, они едут за границу. Мы приехали к вам, чтобы вы не так долго ждали. Все. Хорошего вам просмотра, а потом мы все пообщаемся. Спасибо. Спасибо.